Всем огромный-преогромный привет! Я рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, поговорим мы с вами о канале Пиратская Жизнь, обсудим очередной видеоролик. Ребят, я сразу честно признаюсь, обзоры делаю не на все видеоролики, потому что выходит их не один в день, а по несколько, и я порой просто не успеваю посмотреть. Да и знаете, мне больше интересно почитать комментарии, ну, как и вам тоже, правда же? Значит, посмотрела видеоролик «Ищем Вовану новую куртку для мотоцикла». Примерили кучу. Значит, что взять? Цены конские. Шопинг-влог. Недавно же Нинка что-то там нам тарахтела, что беда бедой, и, в общем, Ютуб ничего не платит. Прошу прощения, у меня не дает покоя рыжулька. Значит, и денег катастрофически не хватает. Остались только заплатить за кредит. А тут откуда-то появились деньги в Вовану на куртку для мотоцикла. Наверное, и ищут такую, чтобы на локтиках было побольше поролончика, чтобы опять бедняга не порешиб ручки. Оказалось, ребят, что рынок не работает, поэтому потащились в небо. Короче, какой-то там у них торговый центр неба, и зашли сразу первым делом в бюджетный магазин «Фамилия». Ну, «Фамилия» — это магазин «Сток», где, наверное, скидываются все старые коллекции по сниженным ценам. Ну, насколько понимаю я, я тоже как-то заходила в «Фамилию», искала лежанку для животных, да. Ну, и, значит, увидела Нинка косуху красную, ну, или черную с красным. И вот загорелась она, слушайте, чтобы Вованчик померил красную косуху. Вот хочется, слушайте, ей вот что-то ему сделать, не мужское, да, одеть в что-то такое вот яркое. Еще бы купила ему желтенькую, салатовенькую такую. И, знаете, угадала же, и все-таки положила на глаз на желтенькую жилеточку. Короче, походила Нинка, походила с Вовчиком, заставила его примерить красную куртку, и потом с таким же успехом он ее и повесил назад. Короче, водила-водила дитя по магазину, и ничего фамилии ему не купила. Пошли дальше в спортмастер. Нет, не в спортмастер, в какой-то, короче, спортивный магазин. И да, кстати, вы мне написали, что Вовчик, оказывается, у нас крашеный. Ничего себе! А я-то думаю, чё, как-то быстро потемнел мальчик. То был какой-то седой белый, а тут стал черный. Ну да, правильно Нинка говорит. Слепила из того, что было. И сейчас водит за ручку и лепит, и лепит дальше. Да, как детеночка. Одевает, кормит. Ну и по мордам иногда ему тоже дает. Ну и он ей тоже. И я не понимаю, зачем Вовану жилетка? Помнится, когда они несли на ремонт его жилетку, которую он разодрал, когда рухнул с мотоцикла? Нинка сказала, что три есть, не надо больше. Сейчас уже футболки нужны будут, нафиг эти жилетки нужны. Нет, поперлись. Мне такое чувство кажется, что она сама над ним смеется, таская его по магазинам и ничего не покупая. В спортивном магазине снова ничего не нашли, потащились, в общем, дальше. И главное, что не скажет, постоянно сама себя ржет. Понимает, что мелет полную чушь, поэтому и ржет. Знает, что никто больше не посмеется. Смеемся мы не ног с комментариев, но точно не с тебя. И знаете, что я заметила? Когда какая-то обновка намеревается, Вовчик такой прям шелковый, такой прям добренький становится. Прям и никаких хамских слов от него не услышишь. А если ничего не ног не покупает, тогда да, берегись. Поэтому, наверное, она его и таскает периодически по магазинам, кормит обещаниями, а он ходит такой шелковый, добренький, да, в надежде, что авось что-то купят. Вот знаете, смотрю на Нину, и мне кажется, вот вроде как и не глупая баба. Но так уже низко опустилась, что вообще, я не знаю, как можно содержать мужика, водить его по магазинам, чтобы он не работал, жрал наравне с Нинкой. Да, они дофигища жрут оба. И лежал целый день лапы кверху. Слушайте, ну это как надо не любить себя, чтобы так жить? Объясните мне. И главное, что еще нет ни мотоцикла, нет прав. И будут ли они? Вопрос. Вопрос. Но куртец уже подыскивают. А знаете почему, ребят? Ну потому что уже, ну, снимать нечего. Просто таскаются по торговым центрам в поисках якобы какой-то куртки, плюс еще жилетки, а бы хоть что-нибудь поснимать. Да хоть поржать в камеру. Хотя знаю, что очень многих напорегает этот дурацкий смех. Вот зашла бы сама в магазин косметики, купила бы себе что-то любимое. Купила себе модную бы сумочку какую-нибудь, модный какой-нибудь стильный рюкзак. Модные туфли, модное платье. А то все Вовану да Вовану, а сама одевается в васильке, как гусеница. Нинка, ты ж женщина. Надо, чтобы он тебя по магазинам таскал, а не ты его чуть ли не за ручку. Ребят, оказывается, вот в чем проблема. А оказывается, Вовчик отрастил пузо и в куртке уже с жилетками не влазит. Он же в прикольной жилетке ходит с рисуночком. И Нинка решила его опозорить, сказав, что у него пузо не влазит. А у Нинки интересно, куда-нибудь это пузо влазит? Вон на Пасху напялила костюм, что едва в кофту сложила живот. Ну, правда, как так можно одеваться? Вованчика в красоту, а сама в обы чего? Короче, ходили-ходили и ничего не купили. Так и не нашли жилетку с перламутровыми пуговицами. Ребят, угарно было смотреть на все эти примерки. И главное, опять, слушайте, доперлись до спортмастера. И все-таки начали примерять там. Думаю, интересно, купят или нет. Вы знаете, я думаю, что Нинка не купила. Потому что рассчитывала, наверное, на какую-нибудь дешевку. Она же на рынок сразу шла. Хотела, видимо, купить что-нибудь такое по смешной цене. 1200, может, 1500. Рынок закрыт. Ну, а бутики сейчас не по зубам. Ну, курс доллара падает. Невыгодно снимать зарплату. Недолго радовалась Нинка и мечтала, что поедет в Таиланд отдыхать. Потому что зарплата-то в долларах. А тут, смотрите, даже на куртец не хватает с перламутровыми пуговицами. Надо было все-таки желтенькую фамилии померить. И не успели пираты прийти домой, как сразу за Мукбанк. Да, конечно, проголодались. Животы еще больше надо отрастить. Тогда уж придется 100% жилетки и куртки менять. И опять, и опять у них жор. Сумасшедший жор. Ребята, я не знаю, как можно столько есть. И, вы знаете, вот смотрю на Вавана. Бедненькие ручки аж трясутся, когда он видит еду. Хотя, может быть, не только при виде еды. Я не знаю, может, у него и еще при виде чего тоже ручки трясутся. Но пока заметила, что именно при виде еды. Дальше не стала смотреть Мукбанк. Потому что, ну, это не мое смотреть Мукбанки, где с полным ртом хи-хи-ха-ха и несут всякую чушь. В общем, ребят, я буду заканчивать. Вы оставляйте свои комментарии, пишите свое мнение. И прежде чем с вами попрощаться, я, как всегда, желаю каждому из вас наипрекраснейшего настроения, позитивных эмоций, любви, добра, понимания. И, конечно же, мои хорошие, здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Берегите себя, берегите своих близких. Ну, а я вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok